Вот нас собиралась. Если перед вами стоит выбор подняться на свой этаж на лифте или пешком по лестнице, медики в один голос рекомендуют выбирать второе. Ведь это простейшее кардиоупражнение, которое не требует дополнительных временных затрат, а в условиях рязанских реалий еще и убережет вас от серьезных травм. Спиридоновы проживают на третьем этаже и, как правило, вместе с малышом спускаются по лестнице пешком. Но в этот раз Ольга Александровна села в лифт, а Дмитрий, ее сын, спускал коляску по лестнице. Встретиться через несколько мгновений внизу, как условились, не вышло. Зашла в лифт, нажала кнопку. Чуть лифт вроде поехал. Потом как ухнуло все. Хорошо я сгруппировалась и держала, прижала ребенка крепко-крепко. Хорошо встретила. И удар сильный. Мастер спорта по парашютным прыжкам Ольга Александровна автоматически сгруппировалась и прижала внука к себе, тем самым сохранив от травм. Сама женщина сильно ударилась головой, в результате чего, как выяснилось позже, получила сотрясение мозга. Но тогда она об этом совсем не думала. Головой, когда вот лифт это самое, я стукнулась, когда он приземлился, конечно, головой стукнулась. Ну вот и все. Наверное, когда они открыли лифт, я быстро бросила ребенка. Я очень боялась, что когда откроет лифт, он может куда-то двинуться. Телефона с собой не было, но сын быстро сориентировался, что с лифтом что-то произошло. И мгновенно принял меры. Я не знаю, сколько в общей сложности я час сидела в лифте. Невестка говорит, вызывайте МЧС, потому что невозможно с ребенком сидеть в лифте 7 месяцев. Мне очень трудно его держать было. Я присесть с ним и ничего не могу. Тяжело. МЧС вызвали, они приехали моментально. Моментально приехали, начали какие-то работы, я не знаю, но лифт открыли они быстро. Причем возгласы лифтера, не ломайте лифт, не ломайте лифт, осторожно не ломайте лифт. Лифт служит уже более 30 лет, тогда как эксплуатировать его по регламенту можно не более 25 лет. У меня несколько вопросов к службам, которые должны проводить регламентную работу вообще по этому лифту и, соответственно, ремонт. Почему они берут на работу специалистов в возрасте уже запенсионной практически, да, те, которые просто не профпригодны к этой деятельности. Абсолютно, вообще. Это первый вопрос. И второй вопрос, почему мы ремонтируем то, что не подлежит ремонту. То есть ресурс лифта, как сказал даже главный инженер лифт-ремонта, 25 лет. В 87-м году был построен этот дом, соответственно, уже более 30, практически 30 лет. Между тем специалисты утверждают, что в ситуации нет ничего из ряда вон выходящего. На многих лифтах такие вещи происходят, ну, многие как-то на это нормально относятся, но здесь вот немножко, конечно, ну, наверное, от человека зависит, я понимаю, потому что действительно вот такое ощущение, я сам сколько раз попадал на такие вещи, ну, неприятная, конечно, ситуация. Здесь никаких тросов не оборвалось. Сегодня проводится работа для того, чтобы убедиться именно, и будет дано заключение независимой организации о его безопасной эксплуатации. И я уверен, что заключение будет положительное, нормальное. С таким положением дел жильцы дома номер 12 по улице Павлова мириться не собираются и будут добиваться замены лифта, который, по их мнению, опасен.